С появлением интернета вся жизнь переместилась в виртуальное пространство. Ценность того, что можно хранить и держать в руках, для большинства людей свелась на нет. Но ценители вещей остались, так же, как и коллекционеры почтовых марок. Игорь Слесарев собирает марки почти 40 лет. Делится. Все началось с того, что в пятилетнем возрасте он обнаружил марки под елкой. На них были изображены ретро-автомобили. В школе все собирали марки. Мальчики в основном собирали спорт, технику, машинки. И зверей. Девочки собирали искусство. Потом, как бы, прошло время, марки уже стали так просто лежать на полке. Периодически, кстати, эта коллекция все равно пополнялась. Какие-то значимые моменты. В детстве в основном марки, связанные с различными историческими, политическими деятелями, интересы не вызывали. Сейчас они, наоборот, вызывают, наверное, самый большой интерес. Общество филателлистов появилось в Куйбышеве в 60-е годы прошлого столетия. И существует по сей день. Каждую неделю филателлисты собираются вместе. Есть и детско-юношеское подразделение. Изображения животных, техники, космическая тематика так привлекают подрастающее поколение. Все такое яркое, красивое, рассказывает член общества с 11-летним стажем Владимир Шумейко. Владимир увлекся коллекционированием марок в 14-летнем возрасте, когда на полке среди книг случайно обнаружил папин альбом. Желание найти близких по духу людей привело его в общество филателлистов. Общаемся, что-то покупаем, что-то меняемся, пополняем свою коллекцию, продаем что-то. В основном, конечно, просто общение с теми, кто тоже, как мы, собирают марки. Почти в каждой семье есть своя коллекция марок. Собирали родители, бабушки, дедушки. И эти альбомы бережно хранятся. Богатство, которое дороже денег. Это история семьи. И вот одна из них. В далеком детстве Виталий Мартыненко, как и многие ребята, увлекался марками. Рассказывает, этот альбом самый ценный. В нем марки на тему космоса, который в 1961 году так волновал весь мир. Отец Виталия в те годы был курсантом военного училища. Выступал на параде на Красной площади. Учился вместе с первым космонавтом. В это время, ну, я был маленький мальчик, там, пяти лет. А вот уже восемь, девять, десять отец привил мне любовь к маркам. И, соответственно, к маркам о теме космос. Был подарен мне альбом, в котором я эти марки аккуратно собирал. В то время Виталию удалось собрать почти все советские марки о космосе, которые печатали. Делятся. Листая альбомы, можно прикоснуться к истории. В будущем дети, если не мои дети, то уж внуки, ну, обязательно деду скажут спасибо вот за это увлечение. Потому что изучить историю и прикоснуться вот к этому всего не из интернета почерпнуть, а именно вот руками подержать. Это очень дорогого стоит. Современная филателия не стоит на месте. Марки сегодня – это произведения искусства и изобретательности вкупе с высокими технологиями. Марки на фарфоре, на дереве, со стразами Сваровски, из драгоценных металлов, ароматические марки, интерактивные марки. Если навести на них смартфон, то изображение оживает. Одно из последних новшеств филателии – криптомарка. Она не просто как марка наклеит, она такая пластиковая карточка, на ней QR-код, и прописана ее, ну, денежная стоимость. Такая у меня пока, к сожалению, всего только одна. У нее так же, как у всех криптовещей, у нее есть какой-то свой курс, насколько я знаю. Современные марки можно не только раскладывать по альбомам, но и использовать по назначению. И если у вас есть какое-то хобби, будьте уверены, на эту тему уже выпустили марки. Галина Топирина, Николай Сидоров, Петр Паломеев. События.